Итоги уходящего понедельника Как не остаться у разбитого корыта? Обобрали до нитки. В Могилеве обокрали коттедж пенсионерки. Установили двоих подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались сводные братья, нигде не работающие могилевчане. Что унесли воры? О неспительном песне в Бобруйске прошел отчетный концерт коллектива «Шинанай». В 2022 году Шинанаю 30 лет. Чем удивили зрителей? А также летний отдых, пасмурный май и меньше газа. В белорусских городах могут ограничить скоростной режим. До какой цифры? Сдать все явки и пароли, вскрывать квартиры, искать деньги под матрасом уже не модно. В 21 веке короли беззакония, киберпреступники. Развод в интернете или по телефону для многих уже почти обыденность. Но все еще находятся те, кто без задней мысли раскрывает личную информацию посторонним. Карина Гуреевича о том, как распознать тревожный звоночек. Кто сейчас ведется на уловки мошенников в интернете? Вопрос, которым задавалась Диана Жук, пока не стала одной из пострадавших. Хотелось сэкономить. Заказала оригинальные ботинки «Доктор Мартинс» через Инстаграм-магазин. Вроде и отзывы положительные, и цена приятная. Но изначально все как-то не заладилось. Кормили завтраками, меняли цену несколько раз. Как только я забрала ботинки, сразу увидела, что это вообще не то, что мне обещали. Видно было, что это не оригинальная продукция, скорее всего, даже не кожаная продукция. И еще меня смутило изменение сразу же. На почте я заплатила на 10 рублей больше, чем мне обещали, чем была заявлена сумма. Но я почему-то не отказалась, я сразу заплатила больше. И оказалось, что зря, потому что потом не открыла и внесла вот эту непонятную вещь. А когда по итогу товар оказался ненадлежащего качества, вернуть его казалось практически нереально. То предлагали обменять на другой, то просто не отвечали днями. Диане повезло, свои деньги она смогла вернуть. Хоть и спустя несколько месяцев. Однако не всегда у таких историй счастливый финал. Технологии совершенствуются с невероятной скоростью и превосходят порой наше понимание. Именно здесь на сцену выходят киберпреступники. Они умело пользуются неопытностью и даже доверчивостью граждан. И не всегда это пожилые люди. Часто на удочку клюет и молодежь. Чаще всего звонят, представляются сотрудникам банка, просят предоставить реквизиты банковских карт, номер карты, срок действия, трехзначный код, который на обратной стороне карты написан, СМС-коды или так называемые сеансы авторизации, идентификационный номер паспорта. То есть вот эти вот необходимые данные для того, чтобы осуществить перевод денежных средств с счета на счет. К сожалению, самый распространенный не значит единственный. Способов вытянуть у человека деньги великое множество. И появляются все новые. С января по мае этого года количество киберпреступлений в Бобруйске увеличилось на 120%. В связи с этим в республике проходит декада кибербезопасности. Фейковые магазины, подставные сотрудники госорганов и банковские служащие. Опасность может подстерегать где угодно. Когда деньги уходят, вернуть их очень сложно. Также при передаче самой банковской карты, кому бы то ни было, продавцу в магазине или в баре официантов, он может этот код либо визуально сфотографировать, либо считать информацию с банковской карты путем считывания ее с магнитной полосы, нанесенной на ней. Поэтому никому не следует передавать карту непосредственно в руки. Если вы столкнулись с мошенниками, то обязательно сообщите об этом в соответствующие органы. Даже если вам удалось распознать преступника, на киберуловку может попасться кто-то другой. Также стоит проводить беседы со своими родственниками, независимо от их возраста, чтобы уберечь от подобной опасности. И что важнее всего, сами будьте на чеку. Пока никого не было дома. Правоохранители задержали братьев, которые обокрали коттедж пенсионерки в Могилеве. Ювелирные изделия, алкоголь, мобильный телефон и валюта – почти 13 тысяч долларов. В общей сложности мужчины похитили имущество и деньги на сумму свыше 37 тысяч рублей. По результатам судебных генетических экспертиз и проверки по базе ДНК Госкомитета судебных экспертиз установлено, что обнаруженный биологический материал принадлежит 33-летнему могилевчанину. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики из УВД и Ленинского РВД города Могилева установили двоих подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались сводные братья, нигде не работающие могилевчане. К слову, ранние братья были судимы за совершение аналогичных преступлений. Благоустройство площадок, готовность лагерей и новые тарифы. Белорусы будут больше платить за коммуналку. Когда? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Белорусы будут больше платить за отопление и подогрев воды. Власти пересмотрят некоторые тарифы на ЖКУ уже с июня. В расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими сумма в квитанции вырастет приблизительно на 5 долларов. Также увеличится цифра напротив строчек уборка подъезда, вывоз мусора, техобслуживание лифта. Подражает для владельцев жилья природный и сжиженный газ. Повышение пройдет в два этапа. В белорусских городах могут ограничить скоростной режим до 50 км в час. С такой инициативой выступает ВОЗ. Ежегодно в мире в ДТП погибает более миллиона человек. Еще от 20 до 50 миллионов получают травмы. Многие из пострадавших становятся инвалидами. В перспективе и вовсе снизить скорость в городах до 30 км. За исключением специально выделенных и обозначенных магистральных улиц только для автомобилей. В Беларуси стартовала масштабная акция по наведению порядка «Дарим радость». В рамках инициативы будут красить надворное и детское оборудование, высаживать цветы, размещать на деревьях скворечники, убирать прилегающую территорию. За две недели добровольцы наведут порядок на многих площадках страны. Акция приурочена к Международному дню защиты детей. В загородных лагерях страны этим летом оздоровятся свыше 342 тысяч детей. Ожидается, что свою работу они начнут уже 1 июня. Отдых будет организован с соблюдением всех мер безопасности с учетом эпид-обстановки. Ежедневный контроль состояния детей с измерением температуры теперь обязательное правило. В этой связи отменяются традиционные родительские дни с посещением корпусов. В ближайшие дни в стране будет тепло, но пасмурно. Завтра на большей части территории дожди и местами грозы. Воздух прогреется до 22 градусов, по востоку до плюс 24. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер будет переменных в направлении 3,8 метра в секунду, при грозах до 14. В среду немного похолодает, ожидается до 19 тепла. Такая погода сохранится до конца рабочей недели. Минздрав в Беларуси обновил статистику ПКО-19. За минувшие сутки в стране зафиксированы 1191 пациент с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразились 377 532 человека. В РНПЦ трансфузиологии и биотехнологии приступили к заготовке плазмы крови доноров, привитых от коронавируса. В течение четырех недель после вакцинации в организме человека вырабатываются вирус-нейтрализующие антитела, которые нужны инфицированному, чтобы побороть заболевание. Медики уверяют, эффективность такого метода 90%. Беларусь первая среди стран СНГ стала применять его на практике. Массовая заготовка плазмы вакцинированных начнется ближе к лету. Песня длиной в 29 лет. Во Дворце искусств прошел отчетный концерт «Шинанай». Двухчасовой шоу включило в себя разные композиции. О войне, любви, родине, дружбе более 30 номеров. Уже по традиции завершил программу Виталий Гордей. В финале вместе с артистами подпевал весь зал. В 2022 году «Шинанаю» 30 лет. Столько прожить коллективу – это дорогого стоит. И я всегда говорю, что это мой коллектив, это мой ребенок. И будем счастливы и любимы мы, но не погасят нас. Как бы и кто бы это ни хотел. Следующая встреча намечена на мае 2022. Зрители ждет совершенно новая программа. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok